Во время пандемии многое в нашей жизни изменилось, и далеко не в худшую сторону. Не выходя из дома, можно совершать покупки и даже решать важные дела, например, оформлять сделки с недвижимостью. Сегодня у нас в гостях Андрей Рерих, заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как изменилась ваша работа в условиях определенных ограничений? Люди же продолжают квартиры покупать, продавать. Дистанционно все происходит? Да, в период карантинных мероприятий, которые у нас происходят в стране, электронная регистрация, то есть дистанционная, он стал популярен. То есть если говорить о количественных, то в апреле месяце количество сделок, поступивших в электронную визу, у нас увеличилось практически в два раза. То есть если там в конце марта в неделю подавалось более тысячи сделок, то в первую неделю апреля более двух, ну, две с половиной тысячи сделок поступило за неделю только. То есть спрос явно возраст, электроника востребована. Соответственно, данная услуга является на сегодняшний день, наверное, одним из прогрессивных таких способов подачи документов на регистрацию. Для того, чтобы подать документы на регистрацию, необходимо заявителю получить электронную цифровую подпись. У кого она есть, это, конечно же, хорошо, у кого ее нет, они могут получить в кадастровой палате стоимость данной услуги 700 рублей. Подпись действует один год и три месяца. Ну, то есть это же все не нововведение сегодняшнего дня и до пандемии работало, а сейчас вот получила такую востребованность. Потому что был ограничен прием документов, соответственно, были карантинные мероприятия, да, и данная услуга стала более востребована. Работу не останавливали? Работа Росреестра не останавливалась, мы работали в штатном режиме, соответственно, все сделки, которые к нам поступали, мы регистрировали. Ну, вот именно такой электронный формат, он работу облегчил? Может быть, очередей стало меньше? Быстрее все стало происходить? С точки зрения ускорения процесса, да, несомненно. То есть документы поступают в электронном виде, срок регистрации по таким документам у нас сокращенный, мы регистрируем их в течение одного дня, соответственно, и на сроки, и на очереди тоже, несомненно, это влияет. А кто может вот этой услугой воспользоваться? Обычный житель или необходима помощь специалиста? В принципе, с определенным минимальным познанием компьютера и знанием работы в сервисах, может любой человек это сделать. Но если кто-то не может это осилить, здесь могут помочь сотрудники кадастровой палаты, у которых есть, в частности, обучающая школа по электронным услугам. То есть получается, если я правильно все поняла, вот эти вот бумажные волокиты теперь уходят в прошлое или все же остается? Бумага. Есть люди, которые привыкли прийти, вот непосредственно стоять в очереди, все лично получить, увидеть своими глазами. Есть и такая, конечно, категория граждан, но и есть пакеты документов, там не у каждого электронная цифровая подпись. Допустим, вы ходите на сделку, у продавца есть электронная цифровая подпись, ну, крайне редко, конечно, такое бывает, но тем не менее. У покупателя нет, то есть, ну, здесь вот такие ограничения, они, в принципе, присутствуют. Ну, не то, что нет, а может быть, мне жалко. Может быть, жалко. Те самые 700 рублей за эту подпись. Может быть, вы хотите взять документы в руках, держать и пойти в МФЦ, подать, отстоять очередь там. И, ну, это ваше право. То есть, этот вариант никто тоже не отменял и в будущем сохранится. Работает, действует. А если говорить о том, кто чаще пользуется именно вот электронной системой? Порядка 50-60% в электронном виде – это подача документов от нотариусов. Порядка 30% – это органы госвласти, органы местного самоправления подают документы в электронном виде. Порядка 20% – это банки, подают документы на регистрацию ипотек, там, ну, и иные действия. Тоже они подают в электронном виде. Иные категории – застройщики подают документы в электронном виде. Хотелось бы, конечно, чтобы застройщики на 100% перешли подачу в электронном виде. То есть, не все еще готовы? Ну, тут вопрос, наверное, к самим застройщикам – желание, в первую очередь. Если есть такая возможность, ей надо пользоваться. И надо, чтобы было желание освоить и перейти на подачу в электронном виде 100%. А если говорить в целом о рынке, сделок больше стало меньше в сравнении с предыдущими, не знаю, годом, может быть? Если сравнивать показатели с предыдущим годом, снизилось количество сделок, порядка 20% произошло снижение. Но мы это связываем с тем, что в прошлом году как раз был переход на эскроу счета, и застройщики активно регистрировали сделки с долевым строительством, поэтому там был всплеск такой, так скажем, по подаче документов. Ну, сейчас есть смысл поговорить о льготной ипотеке, которой наверняка уже многие воспользовались в 6,5%. Много ли желающих было оформить эту ипотеку? Продолжает ли число этих людей расти? Город Барнаул один из первых в стране, где была произведена первая регистрация ипотеки под 6,5%. Вот на сегодняшний день уже зарегистрировано более 400 таких сделок с кредитной ставкой 6,5%. Ну, народ как-то раскачался или сразу пошел активно за ипотекой? Динамика есть. Потому что все же было какое-то недоверие, оказалось, что не может быть такая низкая ставка. Ну, мы видим по количеству сделок, что растет и ежедневно оно увеличивается. С началом весенне-летнего сезона все больше популярностью пользуется, видимо, регистрация частных жилых домов. Вот как она проходит? Нет ли каких-то там проблем в этом вопросе? Все ли для людей доступно и качественно? Да, действительно, с приходом весны. То есть многие достраиваются, вводят в эксплуатацию, заканчивают строительство своих домов. Соответственно, здесь тоже идет процесс регистрации. Он круглогодичный. Тут нет такого сезонного, несезонного. Но, тем не менее, лето – это пора, в том числе и оформления жилых домов. Здесь я хочу сказать о том, что у органов госвласти существует обязанность подавать документы в электронном виде. Когда застройщик завершил строительство и подает документы в органы местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, об окончании строительства данного объекта, он предоставляет туда техплан, предоставляет уведомления об окончании строительства, органы местного самоуправления проверяют, если все соответствует установленным требованиям, то они обязаны подать документы в электронном виде на регистрацию. К сожалению, не все органы местного самоуправления этим пользуются, поэтому застройщики, как правило, сами идут и подают документы в бумажном виде в МФЦ. В этом случае мы по межведомственному взаимодействию в любом случае запрашиваем, опять-таки, в органах местного самоуправления ту информацию, которая нам необходима для регистрации. Ну, помимо регистрации, Росъезды занимаются надзорной деятельностью и проводят проверки земельного законодательства. А в период пандемии эта работа останавливалась или каким-то образом была переформатирована? Да, проверки были приостановлены. На сегодняшний день проверки возобновляются и идут в соответствии с планами, которые утверждены. Ну, каким-то образом вот этот период простой отразился на работе или все как бы в плановом режиме продолжается? В принципе, в плановом режиме проверки были перенесены. То есть сейчас они возобновляются. Еще при Росреестре работает комиссия по оспариванию кадастровой стоимости. Каким образом сейчас осуществляется вот ее деятельность? Деятельность комиссии на сегодняшний день проводится в дистанционном режиме, то есть в виде селекторного. Да, то есть мы перешли на дистанционный формат в связи с ограничительными мероприятиями, которые в связи с пандемией проводятся. Но, тем не менее, деятельность не приостанавливалась. Она перешла в дистанционный русло. Ну вот по вашему мнению, вот все вот эти вот нововведения, которые возникли в том числе благодаря, может быть неуместно слово, коронавирусу, а не на сколько положительно отразились на работе системы? Они подтолкнули данные действия, данные мероприятия, подтолкнули к переходу все-таки на дистанционный формат общения. Здесь в этой части есть видимый прорыв. И будем мы в дальнейшем использовать все эти навыки? Я надеюсь, что электронная регистрация будет в дальнейшем развиваться, и все больше участников, в том числе и профессиональных участников рынка, будут использовать электронные сервисы. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Рерих, заместитель и руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю. Продолжение следует...